К нам в личку нападало много вопросов по поводу наших Жигулей. Мы немного подготовились и сейчас на них ответим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ее технические характеристики, а также те доработки, которые мы с ней сделали для путешествий. Сейчас мы вам обо всем расскажем. В мае 2020 года нам предложили забрать эту машину. Бесплатно, но с одним условием. Мы переоформим машину на себя. Мы приехали в гараж, увидели советские номера, пылью покрывшийся кузов, проломившийся под колесами пол и, собственно, спущенные колеса. Признал, болгарку надо брать. Кричицу нет. Конечно же, нам стало очень интересно завести двигатель. Полчаса мы ее помаслали, подкинули новые свечки, аккумуляторы. И она завелась. И работала ровно, и не дымила. И мы решили, что машину надо забрать. Прикинув плюсы. Это ранний салон, куча всяких ништяков. 73-й год и, в принципе, один владелец. И минусы. То, что она гнилая, то, что техническое состояние непонятное, ну и тормозов, и колес у нее, скорее всего, уже нет. За и против взвесили и машину забрали. Первым делом автомобилю нужно было оказать первую техническую помощь. Поэтому мы ее помыли, поменяли масло и провели диагностику, что же нужно поменять и обслужить. В ходе которой было выявлено, что радиатор течет и мешает автомобилю ездить. Мы взяли такой же медный бушный радиатор, нам его задонатил Жека, поставили. И это все доработки, которые были произведены с автомобилем по охлаждению. В последнем путешествии мы поменяли помпу, а охлаждает это все делал родной Карлсон. После того, как мы разобрались с охлаждением, стало ясно, что нужно поменять тормоза. Схватывали только передний и только чуть-чуть. У меня даже получилось на ней сделать бюрнал. Поэтому мы взяли и поменяли все цилиндры, все магистрали, все колодки и все, что относится к тормозам. В таком виде она просуществовала аж до сентября месяца, пока нам в голову не пришла идея поехать на ней в Сочи, после которой стало ясно, что нас ждут более глобальные доработки. Двигатель, карабас и редуктор чувствовали себя хорошо, поэтому мы принялись обслужить кардан, поменяли полностью целиком выхлоп, благо он не очень дорогой. И в таком виде машина стала нормально ездить и нормально звучать. Стало ясно, что надо поменять подвеску, особо париться мы не хотели. Все вот отпилили болгаркой, купили новое, фирмы Кедр, поставили. Все работает, задние тяги поменяли, мост встал на место. Естественно, фитуху мы не могли из вида упустить, поэтому спереди стоят пружины ФОБОС минус 50, а сзади минус полтора витка от НИВА пружин. А амортизаторы? А амортизаторы там родные стоят, газомасленные, просто новые. Как работает подвеска, нас целиком и полностью устраивает. Она все отрабатывает, нигде не пробивает, колесо сидит в арочке, иногда цепляет на кочках, что, возможно, стало причиной порванных колес в Дагестане, но это не точно. Спереди история такая же, красиво, приятно, все работает. И этот вопрос мы закрыли практически сразу. У вас было большое количество вопросов по поводу колес на серой машине. Скажу так, достались они нам с зимнего сетапа ваненые шахи, но об этом мы расскажем вам чуть-чуть попозже. Передние колеса чуть-чуть уже, чем задние, а задние 7,5 дюймов. Ну, мне кажется, передние в районе 7. Резина сейчас, это, кстати, какой-то прям провал, потому что посмотреть на сайтах с продажами, и 13-я резина либо закончилась и продается совсем лысая, либо новая, ну, за бюджет, который нас не устраивает. Поэтому сейчас здесь резина Жекина с его машины, которую он нам точно так же задонатил душевно. Сзади также была она, но протерлось. Одно колесо в Дагестане, другое в Териберке, поэтому там сейчас стоит даже не комплект, но это мы, надеюсь, исправим. Ступичные подшипники. Один был поменен перед поездкой в Сочи, второй поменяли недавно перед поездкой в Териберку. Сзади полуоси. Ну, вы, наверное, видели суету при поездке в Сочи, поэтому с тех пор у нас всегда в багажнике лежит с собой запасная полуоси. Что по поводу зажигания. Мы очень намерзлись, ремонтируя красную шаху по дороге в Сочи, поэтому по приезду точно было решено поменять его на БСЗ. Мы поставили БСЗ перед поездкой в Дагестан. Оно благополучно сломалось на пути обратном. Поменяли БСЗ на БСЗ. Сейчас все прекрасно работает. Также карбюратор был настроен карбодедом. Но всегда, на всякий случай, мы с собой берем прокладку карба, потому что не всегда непонятно, где ты сломаешься и сможешь ли ее найти. Также комплект зажигания. И прокладку бензонасоса. И запасной бензонасос. Интересный факт. Помимо вентиляции картера, есть еще вентиляция головы на блоках у ранних копеек. Поэтому, когда мы выезжали в Сочи, у нас благополучно поступало через эту вентиляцию масло в кастрюлю, и мы заглушили ее тем, что была эта барабанная палочка. Сейчас все работает именно в таком сетапе, в котором было починено на дороге. Хорошо работающий двигатель Жиги, и это та еще мелодия для наших ушей. Но все-таки в дороге без музыки скучно. Поэтому мы поставили самую дешманскую голову Пионер, две колоночки под сиденьями, чтобы не мешались и не портили внешний вид, и две аутентичных советских колоночки на задней полке. Этого хватает за свой бюджет, играет точно прекрасно. Также от деда нам достался аналог бортового компьютера, по которому мы смотрим количество оборотов и напряжение в сети. Еще немаловажной переделкой была установка реле на ближний свет, так как на копейках управление с подрулевого переключателя идет напрямую без реле. И, естественно, работало это все уже плохо спустя годы. Большой, но важный нюанс – это работающая аварийка на Жигулях, которая вам точно пригодится. В копейке ее завода нет, поэтому мы вот сюда вывели кнопку от шахи, поставили реле, и все прекрасно работает. Также во имя безопасности мы решили поставить каждую машину по дальнобойной рации. Вот здесь вот она у нас была прикручена, чтобы общаться на дальнобойном канале между собой, между нашими экипажами. Но Иван благополучно ее спалил перед выездом в Сочи, поэтому как только мы вернулись из Сочи, мы ее сняли. Теперь пользуемся обычными бауфенгами, между машинами общаемся. Ну, так себе работает, но в целом нам хватает. То, что вы сейчас видите, это лучшее состояние этой Жиги. Она два раза готовилась у нас под покраску, два раза красилась. Кое-что по мере возможностей мы подварили и поменяли. Но на самом деле все не так прекрасно, как может показаться с экранов. И сейчас мы покажем почему. Настало время заглянуть в нашей Жульетте под юбку. Как и у любой женщины в возрасте, у нее есть свои секреты. Самый главный секрет, который вы не видите на камере, не упоминается в путешествиях, но существует, это отсутствующие полы. Вот смотрите, я могу здесь рукой засунуть. Четыре пальца в салон спокойно входит. И с этой стороны здесь вообще можно всю кисть в порог засунуть. Наши ремонты пены тоже присутствуют, но от этого никуда не деться. Нужно было починить хотя бы, чтобы она немножко выглядела. Напомню, что сцепление мы все-таки поменяли перед поездкой в Сочи. Сейчас она работает прекрасно, все хорошо. Вот выхлоп, например, да. За год смотрите, что с ним стало. Почти весь сгнил. Это, к слову, о дешевых запчастях. Сетап подвески тоже можно понаблюдать. На удивление, ничего не заржавело и не сгнило, но это пока. Посмотрим, как она переживет, если переживет эту зиму. Вот еще один пример качества российских деталей. Мы поменяли год назад крестовины все. И вот эту, и вот эту в кардане. Вот сейчас они уже люфтят, и при разгоне чувствуется вибрация. А эта машина прошла примерно 30 тысяч сила. Важное дополнение и доработка на старых Жигулях это удаление колдуна, потому что он вообще абсолютно не нужен. Стоит тройник, все прекрасно тормозит. И наши опасения были напрасными. Все реально классно работает. Также обычная стоковая заводская Panara. Просто новая, с новыми сайлентблоками. Прекрасно справляется с небольшим занижением. Мост стоит по центру, и колеса в арках красиво смотрятся. В общем, не переживайте. Это тоже можно оставить по стоку. Стоковые амортизаторы с нами шуми-пружинами уже немного начали потеть. Это также всего лишь за год. Даже меньше за полгода. Важным моментом является глушитель, который с завода реализован максимально плохо. Постоянно что-то откручивается, отваливается, как бы ты это ни затягивал. Рекомендую все это дело сажать на герметик, либо прихватывать хотя бы на пару точек сварки. Потому что средняя часть с резонатором проворачивается, и начинает что-то где-то цеплять, бить, ударяться. А особенно в горах мы это много раз проверили. Очень много вопросов было про состояние днища жигулей. Несмотря на большие камни, на крутые спуски и подъемы в горах, оно пострадало реально не сильно. Заводская защита must have. Можно поставить что-нибудь побольше. Даже вот эти вот пыльнички железные. Казалось бы, что они не очень толстые, но они тоже нужны, чтобы какой-нибудь камень у вас не залетел вовнутрь. Это тоже очень важно. Поэтому, если вы поедете так же, как мы, в какие-то серьезные горы, я советую вот это дело поставить. Я считаю, что на основные вопросы по поводу серых жигулей мы ответили. Если тебе интересно что-то еще, ты можешь спросить в комментариях. А также у нас выйдет отдельное видео по поводу дальнейших планов и наших дальнейших путешествий. Вся движуха, которая остается за кадром, выкладывается в наш инстаграм. Вам огромное спасибо за комментарии, лайки, репосты. Мы все читаем, все берем во внимание. Не пропадаем надолго. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok